Здравствуйте! В эфире «Главный диалог» и сегодня у нас в гостях генеральный директор Архимиш-центра Михаил Степура. Я рад приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что нашли время и согласились ответить на наши вопросы. Ну и давайте перейдем сразу к делу. Известно, что планируются мероприятия, большие, красочные. Для наших зрителей что предстоит? Ну, наиболее интересная и нестандартная программа, которую мы предлагаем ростовчанам, это праздновать вместе с имидж-центром Всемирный день красоты. Мы уже пять лет неизменно эту традицию притворяем в жизнь. У нас были разные проекты в разных местах. В этом году мы предлагаем завтра, во вторник, в 18 часов, всем ростовчанам, ценителям красоты, моды, собраться у нашего знаменитого памятника, памятника ростовчанки. Мы сделали это не случайно, потому что слова Ашанина обязывают нас любить свой город и уважать своих красавиц. И в этот день мы проведем большой флешмоб с фотографированием, с бэкстейджами, с мастер-классами по дефиле для всех желающих. И вы можете познакомиться с творчеством юных и взрослых ростовчан, которые не только красивые, но и талантливые. Ну и из ближайших планов, конечно же, это финал конкурса «Ростовская красавица». В ходе этого форума красоты мы определим сразу трех победителей. Самую красивую девушку Ростова, леди Ростов, донскую красавицу и конкурс «Мистер Ростов». Ну вот известно, что есть новая номинация «Красавица мира». Вот что это такое? Да, это абсолютно новая номинация. Мы неоднократно участвовали в проектах Всемирного конгресса «Красоты», потому что являемся в России его эксклюзивными представителями. И раньше мы своим решением выбирали, кого делегировать из россиянок на международный финал конкурса «Красавица мира». А в этом году мы решили провести национальный финал. Мы предложили ряду партнерских агентств в различных регионах и городах России провести отборочные туры и направить к нам победителей. И вот около 15, это пилотный, очередной пилотный вариант имидж-центра, около 15 девушек, представляющих различные города нашей страны, приедут в Ростов. И буквально с завтрашнего дня мы уже начнем подготовку к этому конкурсу. И победительница будет представлять нашу страну вот на конкурсе «Красавица мира». У нас есть победа уже в этом конкурсе. В 2007 году в первом же конкурсе победила россиянка, как ни странно, ростовчанка Елена Потана. И я думаю, что пора поддерживать эти традиции. И должен заметить, что в этом году очень активно приняли, откликнулись наше предложение представительницы Крыма. У нас будут три девушки, представляющие разные регионы крымского региона. Это Керчь, Симферополь и Севастополь. Они примут участие в борьбе за корону самой красивой девушки России. Уже существует некоторое время, всем известно, номинация «Мистер Ростов». Вы правильно понимаете, это уже традиционная номинация? Да, это одна из самых молодых номинаций, потому что, ну, как-то чуть позже подошли к тому, что молодым людям тоже интересно попробовать свои силы и посостязаться за этот титул, это звание. И если это раньше носило действительно эпизодически, такой разовый характер, то с 2009 года мы уже вот пять лет определяем самого эпизодного, целеустремленного, характерного, красивого, но и вместе с тем талантливого мужчину нашего города. И, в общем-то, у него сейчас для вот этой номинации есть перспективы, потому что мы уже три года являемся единственными в России организаторами конкурса «Мистер Россия». И победитель нашего ростовского финала сможет принять участие в этом конкурсе. То есть перспективы есть у победителей? Да, да. В том числе и после победы во всероссийском финале можно говорить о том, что можно участвовать в конкурсе «Мистер планета», «Мистер модель вселенной» и повторить достижения Эдуарда Кривенко, как ни странно, опять же ростовчанина, который в 2012 году стал абсолютным победителем мирового финала. У нас грядут две даты, это день города и день рождения Ростовской области, 77 лет. Участвуете ли вы в празднованиях? Ну, конечно же. И мы очень удовлетворены тем, что наша работа на протяжении вот уже почти 25 лет оценивается руководством города и администрации Ростовской области. Мы с удовольствием участвуем во всех проектах, которые затрагивают вот эту культурную составляющую празднования. 13-го числа мы на набережной, на точке, которая отведена нам, также мы попросили, чтобы именно памятник ростовчанки, 13-го числа проводим большую программу, в которой выступит действительно весь цвет Ростова и Ростовской области. И в том числе все участницы, больше 40 человек, конкурса «Ростовская», «Донская красавица», «Красавица мира», «Мистер Ростов», они все в единой постановочной композиции предстанут перед городом. И я думаю, что Василий Юрьевич Голубев уделит им несколько минут, чтобы поздравить победительницу Донского финала. И еще, конечно же, День города, это незабываемо, уже больше 10 лет, мэр нашего города Михаил Анатольевич Чернышов традиционно коронует победительницу вот именно на гал-концерте, посвященном празднованию Дня города. Поэтому мы участвуем в вот этой шествии, как я сегодня читал уже, бегущую строку, которая идет на Вашем канале. Больше 4 тысяч ростовчан будет участвовать в этом грандиозном шествии, праздновании Дня города. Нам предоставлена честь чуть ли не в голове этой колонны. Коробка с красавицами и юными, талантливыми воспитанниками Межцентра будет в этой колонне в количестве более чем 100 человек. И я думаю, что это будет самая красивая колонна нашего города. Я тоже так думаю. Известно, что еще предстоит конкурс, но уже не в Ростове, а в Сочи. Почему именно там? Почему не в родном городе? Ну, этому несколько причин. Наверное, на определение города проведение нас повлияло то, что с успехом прошла Сочинская Олимпиада. В Сочи сейчас проводится достаточно много международных проектов. И нам надо всей нашей стране поддерживать славу этого города, как города, который умеет проводить всевозможные программы для отдыхающих, для сочинцев, для всего мира. Поэтому национальный финал международного конкурса «Миссис Россия Интернешнл» – это конкурс успешных, элегантных, замужных дам. Это прославление крепкой семьи. Это те женщины, которые талантливы во всем. И в работе, и в бизнесе, и в общественной деятельности. И они, естественно, любят своих мужей, своих детей. Я думаю, что мы подарим Сочи незабываемый праздник. Мы уже заключили договор с Зимним театром. Это лучшая площадка Сочи. И 20 октября там состоится финал этого всероссийского конкурса. В этом году как никогда много подано заявок. Если у нас обычно около 20 участниц, то сейчас мы рассмотрели уже больше 40 заявок. Я думаю, что из них человек 35 точно соберутся в Сочи. И пока это все 8 федеральных округов Российской Федерации. Ну и у меня последний вопрос. Вы так красочно рассказали о том, что нам предстоит уже завтра. Это прозвучало как приглашение. Да, я думаю, что это открытый праздник. Я думаю, что если юные и неюные ростовчане соберутся около памятника ростовчанки, они получат массу удовольствий и практически смогут получить самооценку, повысить уровень собственной самооценки. Почему? Потому что им всем будет предложено пройти несколько уроков. Уроков «Как стать красавицей». Ну что ж, мне остается только еще раз сказать вам спасибо за информацию. Огромное спасибо за то, что всегда находите время и рассказываете о своей работе, о своих событиях. Успехов! Ну и я благодарю за то, что вы такую возможность предоставляете, потому что эта информация всегда очень интересна ростовчанам. Я думаю, что те, кто придут на набережную, и те, кто посетят конкурс «Ростовская красавица», получат массу удовольствий. Эти программы живут один раз. Они создаются и никогда не тиражируются. Еще раз спасибо. А я напоминаю, вы смотрели «Главный диалог». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин